Здравствуйте, мои дорогие друзья! Сегодня я снова на своем любимом блашенном рынке ретро. И мы находимся с вами не в привычных нам залах с фиксированными ценами, а в больших, где в основном представлен фарфор из стран Европы. И рассказывает нам о нем коллекционер Ирина Гинтер. Приобретено было почти все на территории земли Баден-Лютенберг, как города Тюбинген, Людвигсбург, Карсруи частично, некоторые предметы Страсбург. Даже вот эта маленькая... Эта французская мебель была приобретена в Страсбурге. У фраушки очень замечательная женщина. Часто у нее приобретают предметы. Смотрите, это не просто мебель кукольная, она красивая, прям антикварная какая-то. Она вообще 60-е года, 50-е бархатом, все ящички выдвижены. Да, да, да. Все можно посмотреть. Посмотрите, и посуда к ней такая же, в принципе. Ой, так и дополнительно там еще к ней посуда есть. Да, есть вот такая прям с клеймом посуда, с подносом совсем. Ух, ух, ух. И сколько же стоит такая прелесть? Мебель стоит 7500, посуда отдельно 5000 в наборе. А это посуда с этой же мебелью, да? А это отдельно поставила, украсила. Ночкой. Это 2000 набор, фарфор, тоненький, тончайший фарфор. Так, дальше... Слушайте, это замечательно просто. Смотрите, как настоящая, прям вот какая-то сказка. Эта коллекция была приобретена в кофейные чашки у архитектора в городе Людликсбурге. Ему сейчас на данный момент 92 года, и частично продают дети его предметы. И сколько такие чашечки? Он говорит немножечко по-русски, поэтому удалось у него что-то приобрести. Цена разная. Это 3000, это тоже 3. Вот это 7500, тройка. А чье это? Здесь есть Лимош, есть Франция, есть Лимош, есть Германия, Франция. Это, по-моему, тоже Хвеймар. Здесь баварские чашки, вот это тоже Лимош. Подождите, а вот этот зеленый очень красивый. Очень красивый. Был на 6500, его частично попросили разделить, поэтому вот красная бордовая тройка. А, смотрите, это же один и тот же, да, зеленый, а это красный. О, это троечка в синюю. Какая прелесть. Вот так вот, если купить, да, чтобы каждому человеку свои чашки. Вот именно с таким вопросом, облашившись, обратилась ко мне женщина и попросила разделить. Для мужа купила синюю, красную оставила себе, зеленую купила дочь. Поэтому все члены семьи остались при каждом любимом цвете своем. Да. Досталось. А вот эта чашечка, это кто у нас там? Это тоже Франция. Это Лимош. Вот это Лимош. Да. А вот это вот? Реально это. Вот, вот, вот. А это я не вижу. Подождите, посмотрите. Это Германия, Баварская, но я не вижу очень мелко. Понятно. А вот этот красивейший сервис? Это блюдо Розенталь, а сервис Баварский, не знаю кто. А так подходит друг другу, смотрите. Подходит, да, подобрали. Так замечательно подобрали. Да. Вот прям купить, слушайте, ну, курсота. Курсота, это правда. Вообще, если вы одни остаетесь, так это к вам бежать и все скупаться. Прелесть, прелесть, прелесть. Там тарелочки были. А вот этот замечательный сервис. Тоже Веймар? Это Веймар, да. И, кстати, Веймар, я знаю, очень хорошо отличается белоснежным фарфором. Он этим очень ценится. А рисунки, смотрите, какие все разные. И сколько такой сервис стоит примерно? Этот 15 тысяч сервантного хранения, не пользованный. Дарили его в 50-х годах на свадьбу мужчине с женщиной, которых я его выкупила. Ну, он дуэтом подаренный, не шесть персон. Ну, да, понятно, для двоих. А две персоны, да. Ну, да, мужа в жаде. А этот? Здесь это Лимош Ваза, это Лимош, вот это Лимош, это Бавария. Тоже Кобаль, так хорошо подобран, да? Друг-друг форма лодочка. Но куплено было вот ваза. Посмотрите, я уж не поняла. Здесь такой же рисунок, вот. И здесь такая же ваза. Красота. И тоже чайные, или это кофейные, кофейные чашки, кофейные чашки. Да, 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 да. И кто любит, собирает такие попугайчики. Да, они, да, на любой вкус, на любой вкус абсолютно блюда. Пепец, ну, это вообще великолепно. Так, а внизу у нас сервис тоже огромный, кобальтовый. Да, сервис Романов, на него есть документы, паспорт. Так, секундочку. Ниже, вот так. А если кого-то заинтересует, полный столовой на шесть персон. Коллекция, это коллекционная. Да, и он. Столовая есть, кофейную уже забрали. И есть просто троечки кофейные. Можно отдельно приобретать. Спасибо. Милости просим в гости. Приходите. Будем рады всем. Да, ну, у вас, конечно, есть что показать. Есть что посмотреть, и есть что купить. Посмотрите, какой замечательный сервис Royal Arby, Альберт. И здесь чего только нет. Здесь и чашечки. Причем, вот есть, я снимаю кофейные чашечки. Замечательно, какой узор. Потрясающе. Сахарница. Вот, даже не знаю, как это. Молочник, не молочник большой. Вот еще одна сахарница. Вот уже чайный сервис, чайные вещи. Вот, видите. Вот, молочник замечательный. Красота какая. Вот эта чашечка, я даже не знаю, для чего она. Может быть, для фруктов или для чего. Этот сервис называется Роза Старой Англии. История компании Royal Albert начиналась с небольшого керамического производства, созданного Томасом Уальдом и его двумя сыновьями в 1896 году. Томас был очень предусмотрительный и рациональный человек и решил сразу создавать уникальный продукт, чтобы быть вне конкуренции. И все производство сосредоточено стало на чайных сервизах и наборах для завтрака из костяного фарфора. На посуду наносили цветочное изображение и придавали им рифленую форму. И он не прогадал. Royal Albert выражает истинно английский стиль с его цветочным орнаментом и благородными линиями. Очень часто его украшают золотом. Такие изделия особенно дорогие. Золото наносит губкой по краям изделия, создавая и изысканный старинный стиль. Такие фарфоровые сервизы наиболее цены. Костяной фарфор был изготовлен в Англии в процессе создания формы в изготовлении китайского фарфора, которым восхищалась вся Европа. Термин Boncino обозначает костяной фарфор. Впервые данная разновидность фарфора была получена Томанасом Фраем на его фабрике фарфора в 1748 году. В состав массы, применяемый для изготовления костяного фарфора, обычно входит 25% каулина, особой белой глины, 25% полевого шпата с примесью кварца и 50% пережженных костей животных. Поэтому он называется костяной фарфор. Изначально компания называлась Альберт Кроун Чайна в честь принца Альберта, который позже стал королем Георгом VI в 1936 году. Слово «королевский» было добавлено в 1904 году и бренд получил название «Ройл Альберт». «Ройл Альберт» продолжал внедрять новые технологии и совершенствовать свой процесс изготовления фарфора. Завод один из первых установил печи, работающие на газу и электричестве, что значительно улучшило условия труда для работников. В 1964 году «Ройл Альберт» объединился с брендом «Ройл Далтон». Однако же остался свою печать, продолжал ставить свою печать на посуду. До конца первой четверти XX века костяной фарфор был почти исключительно английским продуктом. Английскими производителями предпринимались все меры по недопущению производства оригинального фарфора Бон Чайна в других странах мира. Компания «Ройл Альберт» является на сегодняшний день поставщиком английского королевского двора, включая королеву Елизавету II и принца Уэльского. Коллекционный фарфор «Ройл Альберт» – это истинный Бон Чайна, произведенный на территории Великобритании, предмет коллекционного значения и особой гордости его обладателя. «Ройл Альберт» – это истинный Бон Чайна. 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 «Ройл Альберт» – это истинный Бон Чайна.